Дальше нас ждут настоящие трэш-советы. Девочки, вы лучшие. Стандартный набор домашней экономной красотки. Девочки, мальчики, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Жанна. И сегодня будет видео, где мы с вами будем обсуждать вредные советы из ТикТока, которые в ТикТоке пользуются популярностью. Я буду как парикмахер комментировать и говорить, что из этого правда, что нет, какие советы действительно вредны, и ничего точно не стоит делать в домашних условиях с вашими драгоценными волосиками. Поэтому готовьтесь к моему парикмахерскому юмору и давайте приступать смотреть вредные советики и критиковать их. 90% девушек не знают, как правильно мыть голову. Итак, я расскажу, как правильно это делать. Наносим небольшое количество шампуня, как на видео, и растираем по рукам. Заводим правую руку на теменную зону, левую на затылочную и доводим до макушки. После то же самое проделываем и с висками. И массирующими движениями стараемся добраться до кожи головы. А длину мы оставляем нетронутой. Ее почистит вода, когда мы будем смывать шампунь. Вообще, на самом деле, абсолютно не имеет никакого значения, откуда вы начнете намыливать свою прекрасную и умную головушку. То ли спереди, то ли с затылка, то ли с боков. Неважно, перемены мест слагаемых, да, как мы еще учили по математике, что-то там не меняется. Ну, в общем, вы поняли, девочки. Поэтому такие туториалы меня всегда реально веселят, потому что девушки в целом это сообщают, как будто бы они открывают какую-то, я не знаю, истину. Все то же самое повторяем на второй раз, но здесь можно выдержать шампунь на волосах пару минут, чтобы шампунь выполнил все те функции, которыми он обладает. Никакими функциями, кроме очищения, шампунь и не должен обладать, потому что задача шампуня, прежде всего, промыть голову. А уже в зависимости от ингредиентов, которые есть, то есть, допустим, сульфатный шампунь или бессульфатный, вам он может подходить или не подходить. Точно так же, как бывает, да, шампуни с очень жесткой, очень агрессивной формулой, и, допустим, для поврежденных волос это не подойдет, но это подойдет для натуральных, не окрашенных волос. То есть, здесь все очень индивидуально, но оставлять на несколько минут свой шампунь для того, чтобы он там как-то подействовал, так как вам напели маркетологи в рекламе, в этом нет абсолютно никакого смысла. После того, как промыли кожу головы, убираем полотенцем влагу, как с корней, так и с длины, и приступаем к нанесению маски. Кстати, никогда не лезьте руками в банку с маской, иначе со временем она потеряет свои свойства. Ох, это, знаете, сразу привет от канала Вартана Болотова всем интересующимся волосами, потому что это именно он вообще впервые в каком-то медиапространстве, да, он обозначил вот эту мысль такую, да, о том, что нельзя там вообще под сражающим запретом лезть руками в маску, потому что там растет какая-то плесень, грибки, и в итоге они захватят ваши волосы, дом, ваше жилище, ну, это бред вообще абсолютный. Ничего не имеет общего с реальностью, потому что в современных косметических масках там такое количество химии. Если у современных масок срок годности 2-3 года, да, на некоторых продуктах действительно есть там срок годности 6 месяцев, но в основном около года, да, допустим, срок годности, поверьте мне, там столько консервантов, там столько химии, что вот эта микрофлора, которая попадет с ваших рук на волосы, ничего с ними абсолютно не будет. Я в это абсолютно не верю, спокойно пользуюсь обычной маской и спокойно залажив туда руками, ничего страшного не происходит, поэтому это тоже такое, знаете, какая-то такая, типа, заморочка, которая не имеет отношения к реальности. Шла специальная лопатка. Наносим попрядно маску на длину, обязательно отступая 8-10 сантиметров от корней, для того, чтобы не перегрузить корни, и выдерживаем 10-15 минут. Смываем и обязательно наносим термозащик. Здесь я согласна с девушкой по поводу того, что лучше всего наносить маску, да, на подольше, если написано на длину. Но чаще всего я ориентируюсь и в работе, и в своем личном уходе непосредственно на те инструкции, которые указаны производителем, потому что производитель, он обязательно пишет инструкции для того, чтобы этот продукт, да, который он положил в эту баночку под названием маска для волос, чтобы он качественно и хорошо сработал. И именно поэтому рекомендация, которую дает производитель, она чаще всего верная по времени. Точно так же сейчас есть огромное количество экспресс-масок. Это маски, которые вы можете нанести на минуту. Допустим, самая одна из них известная, это Голдвелл Ричри Пея. И вообще, допустим, компания Голдвелл, она в свое время, там, не знаю, лет 20 назад, она совершила революцию тем, что она предложила пользователям, предложила покупателям профкосметики маску, которую нужно долго держать, и многим это подходит. В целом, точно так же нужно долго держать кондиционер или бальзам, да, потому что в этом нет никакого смысла. Но я согласна с тем, что нужно обязательно перед тем, как мыть голову, нужно взять и отжать лишнее, да, то есть нужно отжать лишнюю влагу. Ни в коем случае на стекающие и влажные волосы мы маску сразу не наносим, потому что сразу ваши волосы, вот, потому что сама маска, она стечет вместе с вот этими капельками, да, которые будут катиться с ваших волос, поэтому, да, здесь очень верный и правильный совет, на который очень многие клиенты даже, да, не обращают внимания, что нужно именно на влажные волосы, то есть на очень-очень хорошо отжатые. Я не всегда отжимаю полотенцем, достаточно просто очень хорошо, очень руками вот так вот взять и отжать. Что делать, если волосы сильно пушатся? Пушистость волос указывает на недостаток увлажнения. Используй увлажняющие маски два раза в неделю или чаще. Постарайся отказаться от утюжка и плойки. Используй спрей для волос, который хорошо увлажняет, и после него масло, которое хорошо разглаживает волосы. Никогда не суши волосы феном вот таким вот образом. Туши сверху вниз не очень горячим воздухом и всегда используй термозащиту. Девочки, очень важно понимать, от чего у вас пушистые волосы. Они пушистые от неправильно подобранного ухода. Я думаю, здесь не нужно быть каким-то, я не знаю, Эйнштейном, чтобы сообразить, да, что если у вас до этого от маски бальзама, там, какое-то масло для волос, да, все было хорошо, были волосы гладкие, а потом вы купили новые, и у вас все стало плохо, не нужно быть каким-то ученым, чтобы сообразить, да, что то, что вы купили новенькое, это не подходит вам. Но в данном случае очень часто, в целом, многие путают такую вещь, как пушащиеся волосы, и волосы пористые, пушистые по структуре от природы. У меня у самой без укладки, у меня очень-очень пушистые, у меня пористые волосы. И это данность, которая невозможно изменить ничем, и это моя родная структура волоса. И в целом, как бы я ни сушила волосы, если они у меня пористые, да, и вот девчонки с кудрявыми волосами тоже меня поймут, как бы я ни сушила волосы, с учетом того, что они у меня пористые, И с учетом того, что они у меня вьются, если это без расчески, если это без браша, да хоть я целый день буду стоять вот так вот сверху с феном и сушить сверху вниз волосы, нисколько они прямым не станут. Вот эти советы, они хорошо подходят для девчонок, у кого от природы очень гладкие волосы, но если у вас кучерявые волосы, которые невозможно выровнять, если у вас очень пористые, очень плотные волосы, которые не поддаются вот такой вот простой укладке, когда вы просто сушите феном, то, к сожалению, такие советы абсолютно не работают. Очень часто, очень многие считают, что в целом пушистость или пористость волос это равно поврежденные волосы или равно это плохие волосы и так далее. У нас в целом, скажем так, в современных эталонах красоты только ровные идеально волосы, они считаются образцовым каким-то вариантом, а все остальные вариации кучерявости, пористости волос, они считаются какими-то, знаете, как очень многие пишут, неухоженными и так далее. Это абсолютно не так, поэтому очень важно понимать, что какие ваши волосы по природе, по своей структуре. Обмани генетику и отрасти очень длинные и густые волосы с помощью обычного риса. Как два слова. Ох, девочки, когда я слышу, что нужно обмануть генетику или я там сломала код ДНК, я сразу понимаю, что дальше будут какие-то народные рецепты красоты от наших бабушек. Давайте посмотрим. Как два слова. Рисовая вода. 21 век. Еда на голове. Печорина сжечь на костре. Покричите это не мне, а азиатским Рапунцель, которые до сих пор используют этот рецепт. Сохраняем рецептик. Две столовые ложки риса с горкой, один стакан теплой воды перемешиваем, оставляем настаиваться в темном месте. Кстати, американские и европейские парикмахеры советуют своим клиенткам регулярно использовать это волшебное средство. Какая-то шокирующая для меня информация, что это за американские и европейские парикмахеры, которые рекомендуют это использовать. Я про эту рисовую воду, знаете, вот сколько я на ютубе, я столько раз слышу про рисовую воду, про никотиновую кислоту, про какие-то примочки из алоэ вера листьев. В общем, чего только нет, как только люди не пытаются, знаете, приспособить какие-то бытовые и продуктовые наборы, которые у них есть дома, да, для того, чтобы отрастить свои волосы. Но реальность остается реальностью. То, что мы видим у девушки, у нее кудрявые, неокрашенные волосы, ни разу не окрашенные. Но здесь вообще просто даже не может быть разговоров, и как раз-таки причина ее длинных волос в том, что у нее молодой волос, у нее не окрашенные волосы, ничем по жизни не обремененные, да, ни блондом, ни обре, ни балаяжем. И, конечно же, они хорошо растут, отчего бы им плохо расти. Вот, поэтому в целом я не очень верю в то, что можно обмануть генетику. Более того, в мире еще не придумали средства, которые могут увеличить густоту, не придумали вообще еще ни ученые, ни одной страны мира средства, которые могут восстановить уже выпавшие волосы, да, при аллопеции, либо при ком, да, очень сильном облысении. Этого еще нет, и человек, который придумает какой-то способ, как можно там восстанавливать густоту, как можно сделать волосы гуще, чем они есть по природе, я уверена, что он будет просто миллиардером. Потому что это мечта многих женщин по всему миру, иметь длинные густые волосы, когда генетикой этого не дано. Поэтому я не очень верю во все вот эти способы, знаете, странные такие, как там лайфхакнуть свой организм. В целом в рисовой воде ничего такого полезного нет, но и вреда большого от нее не будет, поэтому, девочки, поделитесь, кто пользовался рисовой водой. Может быть, мне уже пора вместо гречки в магазине рис начать покупать, знаете, потому что гречка это однозначно карантинный вариант. И смотрим дальше. Лайфхаки, которыми пользуются парикмахеры. Каждое пятое мытье нужно очищать кожу. Ох, как я люблю девочки лайфхаки парикмахеров в ТикТоке. Чаще всего там такой бред используется, типа, вылите глицерин или витамин А и Е в свою маску. И это чаще всего такие лайфхаки в ТикТоке гуляют. Очищать кожу головы скраб шампунем или скрабом для головы от всего, что не смог очистить ваш шампунь. Простите, а что не смог очистить ваш шампунь? Может быть, какие-то душевные смыть обиды с вашей души? Да, шампунь не может, но и скраб здесь тоже явно не поможет. Поэтому я абсолютно не вижу смысла, я не вижу цели вообще в целом использовать скраб для кожи головы на постоянной основе, если у вас нет каких-то проблем. Часто скраб для кожи головы очень любят трихологи назначать, когда есть какие-то проблемы, там, либо с жирной перхотью, либо с сухой перхотью, да, для того, чтобы вот это вот шулашение, оно у вас быстрее сходило и для того, чтобы это все очищалось. Но если у вас обычные, нормальные, здоровые волосы, если у вас не проблемная кожа головы, я вас заклинаю, ни в коем случае не нужно такого использовать и в вашем пони, очевидно, справляется. Не нужно специально отшелушивать вот эти вот корочки, потому что у нас и так достаточно часто именно кожа головы, она подвергается агрессивным средствам, да, при том, что там очень нежная кожа, потому что большую часть времени она находится закрытая от солнца. Она там очень тоненькая такая, знаете, как у котиков на пузике, то есть она очень-очень нежная и ни в коем случае не нужно думать, что нужно ее как-то дополнительно очищать и стимулировать. Очень часто скраб для кожи головы применяется именно при том, когда необходимо вот, да, очень жирная кожа головы и есть вот этот вот момент, да, что не успевает отслаиваться там, допустим, какой-то верхний слой кожи, тогда, да, есть смысл в этом использовать. И то я бы все-таки советовала такое средство использовать исключительно посоветовавшись с вашим парикмахером или с вашим врачом. Я не поддерживаю использование этого как-то бесконтрольно. Я в своей жизни несколько раз использовала скраб для волос, это был профессиональный купленный скраб. Опять же, это было в период, когда я лечилась от жирной перхоти. Была у меня такая проблема много лет, но, к счастью, она сейчас у меня уже долгое время не появляется. Давайте смотреть дальше советы парикмахеров. Потом на подсушенные волосы используем маску каждое второе или третье мытье и выдержим около 20 минут. В целом, здесь верно, да, маску можно использовать каждое второе и третье мытье. И раньше это было, знаете, вот практически как какая-то догма. Но сейчас уже с корректировкой на то, что большинство девушек, да, сейчас имеют какие-то окрашивания, чаще всего это окрашивания, связанные с блондом. Я лично своим клиентам говорю использовать маску для волос каждый раз при мяте головы. Если вы блондинка, если у вас амбре, балаяж, вам не нужно бояться, что вы перепитаете ваши волосы. Что они станут жирными, как сосульки. Девочки, вам с вашими осветлёнными волосами это просто не грозит. И мне тоже это не грозит. Поэтому я использую маски, бальзамы, всё-всё-всё, каждый раз, просто по полной программе. И поверьте мне, кончики от этого никак не могут быть перепитанными. Кондиционер, чтобы закрыть чешуйки волос. И волосы, конечно же, нужно обязательно высушивать феном холодным потоком сверху вниз. А вот опять же вот этот вот совет, да, по поводу того, чтобы сушить сверху вниз. Да, действительно, когда идёт холодный поток воздуха, то получаются чешуйки, вот они вот так вот по направлению роста чешуйок, вы их просто немножко прикрываете, и холодный воздух, он, да, он дополнительно их сможет прикрыть. Но точно так же и прикрыть чешуйки, если есть такая необходимость. Если у вас пористые волосы, можно, когда вы сушите и горячим воздухом, просто именно с расчёской, потому что расчёска будет выполнять именно функцию вот этого вот прикрытия этих чешуек на волосах. Итак, девочки, дальше мы продолжаем наши домашние лайфхаки, потому что вышло солнце, и мне пришлось пересесть. Она меня вынудила это сделать. А дальше у нас рецепты домашней красоты. В общем, нам предлагают сделать маску, в основе которой используется кокосовое масло. Кокосовое масло вообще бьёт всегда абсолютно любые рейтинги, да, потому что у нас вот на украинских популярных сайтах, там вот только открываешь раздел для волос, там всегда есть, чёрт побери, это кокосовое масло. И следующий ещё такой момент, что я снимала отдельное видео про вред кокосового масла, про, скажем так, срывание покровов с этого явления на постсоветском пространстве. Кому интересно, более подробно можете посмотреть. Но если вкратце, ничего кроме пересушивания в долгосрочной перспективе, кокосовое масло вам не принесёт, если у вас окрашенные повреждённые волосы, никак волосы невозможно восстановить. Кокосовое масло может подойти девушкам, у кого от природы гладкие по своей структуре волосы. И в целом оно может играть, да, роль такой плёночки на волосах, но опять же только девушкам с прямыми и гладкими волосами по своей структуре. Всем остальным кокосовое масло ничего хорошего не сделает. И особенно не рекомендую наносить на осветлённые волосы, как мы видим у нашей сегодняшней героини реально очень осветлённые волосы. И дальше нам предлагают добавить кокосовое масло, глицерин и масло касторовое. Ну, в общем, стандартный набор домашней экономной красотки. Я вообще как парикмахера, как девушка, как человек, который по уходу за волосами просто перепробовал уже абсолютно всё. Я вообще не фанат вот этих всех домашних микстур, текстур, вот этого всего намазывания холодильника на свою голову, девочки. Но вот если бы это было так эффективно, если бы это было действительно нужно, вы понимаете, большие корпорации не тратят миллиарды на то, чтобы сделать какую-то оптимальную формулу, для того, чтобы разработать какой-то новый продукт для волос, для того, чтобы забрать как можно большую аудиторию людей, которые будут покупать их продукты для волос. И если бы было всё так просто, нужно было бы смешать глицеринчик, органовое масло и кокосовое масло, то поверьте мне, уже все бы полки всех и проф, и просто супермаркетов, они бы уже были доставлены, поэтому я абсолютно не верю вообще ни в какое чудодейственное свойство вот этих вот сочетаний, этих компонентов. Девчонки, которые придумывают эти все советы, сначала они тусовались во всяких группах ВКонтакте, да, знаете, там всякие домашние масочки, рецепты, которые переписывались копирайтерами по 10 тысяч раз на всякие женские сайты и форумы. И потом вот это уже добралось в мракобесе до тиктока, слава богу, на ютубе, кстати, очень-очень классная, адекватная аудитория, и мне очень приятно, как парикмахер, о том, что большинство девчонок, всё-таки, которые ко мне приходят на канал, они все понимают, что окрашивание волос должно производиться профессиональными средствами, что уход за волосами не должен быть намазыванием продуктов и содержимого всего вашего холодильника, или того, что недоел ваш муж или отец. Ну, то есть, знаете, всё очень здорово, очень адекватно, поэтому, девочки, вы лучшие. Я прочитала на одном форуме, что девочке порекомендовал её итальянский друг использовать в качестве маски для волос обычный крем Невея. Да-да-да, именно вот этот вот самый крем. Правда ли? После применения этой маски волосы просто какие-то сногсшибательные. Бред какой-то. Ох, девочки, этот злополучный крем Невея, я не знаю, откуда пошёл этот лайфхак по поводу кончиков, которые нужно увлажнять кремом для рук или для пяток, да, но этот лайфхак, вот, наверное, существует на ютубе. С момента, как я его смотрю, это где-то года с 2014, и такое количество девчонок пользовались тогда и пытались многие бьютики советовать этот способ, что нужно якобы увлажнить свои волосы увлажняющим кремом. В целом, у нас люди любят, знаете, что-то увлажнять. Кожу любят увлажнять, пятки, волосы. Вот нам всё нужно увлажнить. Вот по поводу питательных каких-то ингредиентов, питательных масок, это у нас люди не любят. Вот увлажнить это самое оно. Более того, на ютубе были видео, где девушки очень сильно испортили волосы тем, что они регулярно пользовались этим кремом в ожидании чуда. Поэтому, естественно, я очень плохо отношусь к увлажнению волос такими средствами. И, во-первых, в креме нет и не может быть такой ценовой категории ничего питательного. В лучшем случае он там большое количество глицерина, всяких присадок, да, которые вам просто смягчат вот эту вот вашу кожу. Я не говорю, что это плохой крем, но для волос, девочки, он явно не подходит. Девочки и мальчики, дальше нас ждут настоящие треш-советы от девушки, которая ведет тикток-аккаунт салона красоты Гламур. Я думаю, что антураж этого салона, что название, да, оно нас относит к какому-то жесткому такому эконому, где работает на эстельке. И сейчас мы послушаем советы для бьющихся волос. Вот где-где, а вот именно в советах для бьющихся волос чаще всего, больше всего ошибок. Дойдут текстурные стрижки каскадной формы. Для укладки рекомендую использовать тип узора. Девочки, ни в коем случае мы не используем для бьющихся волос всякого рода каскады, потому что каскад, он вам будет давать, во-первых, легкость, во-вторых, все волосы будут пушиться и пушиться и виться. Они будут в разные абсолютно стороны. И словосочетание вьющихся волос и пушащихся волос, это практически равно одно и то же, потому что не бывает гладких и вьющихся волос. Они чаще всего склонны к тому, чтобы пушиться. И если вы себе выстежете каскадик, во-первых, вы и так добавите себе пушистости, да, и будете вот как лев такой с огромной гривой ходить. И во-вторых, это будет очень неопрятно и неаккуратно. Ни в коем случае не рекомендую делать всякого рода каскады, какие-то челки на удлинение. Вот эти модные челки, когда у вас от природы очень пористые, очень вьющиеся волосы. И, конечно же, укладка на диффузор, это привет выпускной Полтава, 99-й год. Это вообще абсолютно не то, чтобы не модно, это некрасиво. Сейчас уже в современных комплектах фенов, ну, по крайней мере, в профсегменте, да, то там даже диффузора уже нету. Это настолько уже отмерший какой-то термин в парикмахерском мире. Укладка, выглядящая на диффузор, она сразу сделает на 10 лет старше, на 5 килограмм толще. И ничего вообще хорошего вам и вашему лицу не принесет. В моде сейчас естественность, естественная волна, либо естественная прямота, кому как повезло, и никаких подобных укладок. А стрижки, если у вас вьющиеся или очень курявые волосы, все-таки я вам советую выбирать одной длины. Делайте абсолютно прямой, либо полукруглый срез, потому что уменьшив количество слоев, вы тем самым утяжелите немного волосы. И они будут и легче укладываться, и меньше пушиться, и более приятно просто выглядеть. У меня у самой вьющиеся волосы, и я сама стремлюсь постоянно вот к тому, чтобы срезать вот эти вот слои, да, которые у меня есть здесь впереди. У меня немножко короче пряди, сзади у меня все ровно. Я хочу, чтобы у меня все волосы были одной длины, потому что когда они длинные, они очень хорошо, очень правильно лежат. Напишите, пожалуйста, понравились ли вам видео по данному формату, стоит ли снимать еще про трэш-советы из ТикТока, девочки. Там такое количество всяких смешных советов, что я просто даже не знаю, с чего начать, и с чего приступать. Поэтому я буду очень рада вашей поддержке, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк. Всем спасибо за просмотр, и всем пока!